Скажите, пожалуйста, Мария, а вот еще был такой случай, знаете, значит, есть Рома Зверь, есть Анна Нетребко, а есть Аня Лорак. Ну, я, правда, подозреваю, что большая часть нашей аудитории, она не то, чтобы не подозревает, что такая Аня Лорак, но точно не является ее поклонником. Но, тем не менее, там интересный случай, на самом деле. Аня Лорак пытается как-то вернуться в Россию, она украинская, значит, певица, но активно работала на российском рынке, как многие, надо сказать, украинские артисты. И она сейчас пытается вернуться на российский рынок, у нее даже был объявлен концерт, и ее как раз наоборот, ее там травят зет-патриоты и всячески добиваются отмены ее концерта, значит, потому что, ну, обвиняя ее в финансировании ВСУ. Там, получается, вообще по-всякому плохо. И так плохо, и сяк плохо, и как хочешь плохо. Ну, смотрите, она, во-первых, начнем с того, что ученица Киркорова, поэтому, наверное, приобрела от него не только навыки, ну, как вам сказать, звукоизвлечения, но и приспособничества. Поэтому она, разумеется, рассматривалась пропагандой, вы говорите, многие. Ну, это же, как вам сказать, специальное задание у работающего по этому направлению, ну, так сказать, наверное, самого такого, самого такого, знаете, их вот этой вот машины, этой КГБшной, и самые такие, наверное, кадры занимались тем, чтобы, ну, артистов с там украинским происхождением, будь то корнями или как-то связанными с Украиной и так далее, пытаться вот предоставить там этим оркам для обозрения. И, конечно, поэтому у вас может сложиться впечатление, что их, дескать, там, ну, то есть вы сказали много. Я думаю, что просто очень большие усилия были приложены для того, чтобы такую вот картинку преподнести своему обывателю. Ну, в общем, как бы то ни было, ее они использовали так, как им нужно, по их же, так скажем, методичкам, как вот это техническое резиновое изделие номер один. И поэтому она просто свою, так сказать, службу, она отработала там. Поэтому здесь уже сказать больше нечего. То есть она ими использована. Естественно, что она перестала быть в связи с, ну, такой позицией интересна. Тем более, что сказать, что это какое-то явление творческое, это было бы, ну, очень большим, так сказать, перегибом. Ее попытки подражания американским звездам типа Марайи Керри, но это просто не выдерживает никакого сравнения. Поэтому она не может сделать какой-то там рывок в сторону каких-то сцен иных, кроме российской пропаганды. Ну, вот, и, собственно, зашла, так сказать, ее, я уж не знаю, что звездой тоже назвать трудно. Ну, в общем, то, что Киркоров приготовил, то и, в общем, отслужило свой срок. Надо сказать, что он тоже ведь специфический такой с недавнего времени дзет-патриот. Вот, а то ведь, как и Манучаров, кстати, имеет смысл на нем тоже поговорить. Они ведь заделывают своих суррогатных детей в Соединенных Штатах. У них по двое, у каждого. Они граждане, представьте себе, буржуазной Америки, столь имя всеми якобы ненавидимой. При этом еще Манучаров позволяет себе еще и гомофобную риторику. То есть это уже, знаете, такая какофония в тройне. Мало у него ходит ненавидящих Украину или антисемитов. Так он еще и, ну, как вам сказать, будучи партнером Копанцева, так сказать, фекальным сталагмитом или сталактитом, уж не знаю кем, если знаете, то его сопродюсер, этот Копанцев, он знаменит как раз репортажами о фекальных сталагмитах и сталактитах в российской канализации. Вот они, понимаете, не гнушаются до такой степени ничем, что позволяют себе при такой вот биографии, да, гомофобную риторику. Вот вы мне объясните, пожалуйста, если они способны на это, то тогда, наверное, ну, на что еще бы они могли бы быть не способны. То есть, понимаете, это вранье тотальное, лицемерие. Вот, вы начали с Ани Лорак, я бы так сказала, то, мне кажется, просто песенка спета. Добрый день, друзья и недругие. Вот, говорят, зачем напоминать про Марию Максакову лишний раз. Ну, а затем, что когда она в следующий раз вернется, она же возвращалась позапрошлым году из Украины. После всего того, что она наговорила, сделала, написала. И ее здесь облизывали с ног до головы. Она была в самых высоких кабинетах принята. Принята. Прошлась по площадкам ток-шоу федеральных каналов. Все умилялись, вдыхали, восхищались. Поэтому, когда она в следующий раз приедет, и вы будете умиляться ее красоте и интеллекту, чтобы, может быть, кто-нибудь из вас вспомнил, что именно она и как она говорила. Вот, допустим, эпизод с ее наездом на Ани Лорак меня чем озадачил? Ани Лорак абсолютно ей не верю. Она там то так, то сяк, пытается на двух стульях своей накачанной попой сидеть. Тоже не осуждаю. Могу понять, как бы, сложность ее ситуации. Во-первых, в марте она очень сильно топила за ридную Украину. Сейчас, вроде бы, у нее концерт в Крокусе должен быть, там проблемы. Вот я к чему, что когда Максакова наезжает на Ани Лорак, это выглядит не точно так же, как она наезжает, допустим, на Дмитрия Пескова, или, если мы говорим о шоу-бизнесе, на Рому Зверя. Потому что Лорак моложе, богаче, известней. Не знаю, что там лучше поет, я об этом не разбираюсь. То есть это выглядит, как вот такой элемент зависти. Хотя, думаю, что это не так. Это просто работа. Ничего. Маша, вот почему с Людмилой там поругались, Маша Максакова думает, что ее голос, во-первых, поет очень вульгарно. О-о-о-о! О-о-о! Это ужасно поет. Никто, никто билет ее не покупает на нее, понимаешь? Потому что предателей никто не любит. Потому что она очень вульгарна. Вульгарно поет. Нет какой-то культуры пения. Хотя голос красивый, но начинает выпивать. Это просто карикатура. Журнал «Крокодил». Ну, вот, может быть, поэт на это обиделась Людмила. И за дочери. Пи-пи-пи-пи.